Еще раз всем приветствую, кто участвует в семинаре, и еще раз хочу поблагодарить за возможность выступить. Надеюсь, экран всем видно. Если экран всем видно, то давайте продолжать. Я начну немножко не с того места, на котором мы закончили, а поскольку я вечно не дохожу до результатов, которые получили, я начну с самих результатов. Причем результаты не были получены тем способом, с помощью которого мы вычислили кумулянты до этого вместе с Клеменсом. И, собственно, про результаты. Раздел называется «Опочтение физических кумулянтов». Как они связаны, мы об этом немножко потом в конце поговорим. А сейчас, собственно, давайте к результатам. Я напомню немножко о том методе, который мы использовали в работе. Мы решали уравнение для матрицы плотности, а потом мы переходили фактически к разложениям по моментам. То есть от уравнения для матрицы плотности мы переходили к разложению для наблюдаемых разных величин. Для этого, в этом уравнении мы должны просто домножить на оператор «О» слева или справа, неважно. И затем взять след. Получается в итоге вот такое выражение уже для наблюдаемых величин. И такой подход используют, на самом деле, очень во многих методах и приближениях. В литературе они называются методами кластерного разложения, методами Боголюбова, Борна, Киркуда, Ивана, Ингрина. Цепочки уравнения Боголюбова еще их называют. В общем, этого очень много где используется. И мы это тоже в том или ином виде использовали. И мы это использовали для решения вот такой вот системы. Мы рассматривали симметричные каскадные системы. При этом в качестве симметричной системы мы взяли самую простейшую модель так называемого суперразлучательного лазера. Сейчас я особенно подробно останавливаться на этой модели не буду. Единственное, я скажу, что отличие от обычного лазера состоит в том, что у нас здесь резонатор плохой, низкодобротный. То есть фотоны здесь не задерживаются, как в обычном лазере, а фактически сразу же покидают резонатор. И все свойства конкретности связаны не со свойствами резонатора, а со свойствами самой атомной среды. И здесь возникает что-то вроде эффекта диких парсела. И как раз возникает кооперативное излучение, связанное с самими атомами внутри резонатора. И поскольку поле резонатора не задерживается, фактически все свойства выходного излучения уже в дальнейшем определяются свойствами самой атомной среды, установившимися. То поле из уравнения для матрицы плотности адипатическим образом исключается и остается такое уравнение, которое описывает поведение атомов среды. У нас здесь есть член, который связан с индивидуальной накачкой атомов со скоростью W. И есть член, отвечающий коллективному распаду атомов. Но распад уже теперь происходит коллективно. То есть в среде у нас на самом деле образуется кооперативный дипольный момент, который как раз излучает очень узкую линию. Такой источник является одним из лучших источников в плане стабильности частоты линии излучения. Одним из кандидатов, по крайней мере, на это. Потому что нет необходимости в очень хорошем резонаторе. А все, что нужно сделать, это обеспечить состояние среды. Есть идеи, как это сделать с холодными атомами, есть идеи, как это сделать с горячими атомами. Об этом сейчас я тогда уже рассказывать не буду. В общем, мы решали вот такое уравнение. Да, здесь операторы D – это супероператоры линдпада. То есть вот такая сумма коммутаторов. И в самом простом приближении, когда мы используем только уравнение корреляции второго порядка, не старшего второго порядка, то все моменты старшего порядка, вот скажем, момент третьего порядка, он разваливается на два таких произведения. На момент второго порядка и на момент первого порядка. А в свою очередь момент первого порядка на момент, ну, просто как квадрат моментов первого порядка, потому что здесь мы не различаем, как бы, где у нас первая частица, а где вторая частица. Это вот особенности симметричной системы. То есть практически здесь мы тоже используем разложение по кумулянтам, на самом деле, но это опять же... Кирилл, извини, можно вопрос сразу же? Конечно. А вот, значит, справа внизу, да, вот такая факторизация произведений. Значит, вот я что-то не понимаю. Сигма-1z средняя умножить на сигма-2z средняя, да? И так как они не различаются, то это квадрат среднего от любой из них. Да, именно так. Вот, но в уравнении же стоит сигма-1 и сигма-2, которые не расцепляются. Вот уравнение второе записано. Это же, значит... Нет, 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 здесь сигма-1 с плюсом стоит, здесь сигма-2 с минусом. То есть повышающий, понижающий оператор. Да, уравнение уничтожения, но, значит, они-то не расцепляются. А почему должны расцепляться, значит, вот этот куммутатор должен расцепляться? То есть я вот справа внизу, я предполагаю так, что был куммутатор сигма-1 умножить на сигма-2z и средний от него. Правильно? И вы его расцепили. Нет, стоп. Здесь имеется в виду уже... Мы уже взяли средний от сигма-1 и взяли средний от сигма-2. А, то есть это... Я понял, да. А уравнение, значит, то есть цепочка дальше будет продолжаться, значит, или вот только два уравнения и обрываются на этом? Если бы мы... Нет, как бы если мы берем только, значит, кумулянты не старше второго порядка, то вот, собственно, два уравнения, которые нас интересуют. Если бы мы брали старшие порядки, что, в общем-то, мы и сделали уже в нашей работе, вот, то цепочка бы продолжилась, естественно. Да, я понял, да. А коэффициенты, значит, гамма, то есть они считаются... Это самая простейшая система, да, то есть гамма, что простая, спонтанного распада, что диполь-дипольного взаимодействия, они одинаково считаются, так? Так, секундочку. Ну, вообще гамма, да, здесь имеется в виду спонтанный распад. Да, но у нас же вот на второе, вот, переключи, пожалуйста, на следующую страницу. Вот первое уравнение, к примеру, самое последнее слагаемое, где 2n-1 стоит. А здесь уже получается кооперативное, на самом деле. Какое? Кооперативное. Ну да, вот, не, просто, ну, обычно еще, как я знаю, вот, из тех задач, которые я решал, значит, Соколов и Соколов Игорь Михайлович тоже, то, что здесь должен стоять, значит, константа диполь-дипольного взаимодействия между двумя, значит, атомами 1 и 2. Ну, здесь, да, здесь, на самом деле, должен где-то еще быть параметр кооперативности, по-моему, он здесь потерялся, если честно. Я на него сейчас так смотрю, потому что… Нет, я к тому, что должно стоять не гамма, как наверху, вот, гамма, а должно стоять гамма с индексом 1-2, который учитывает, вообще говоря, значит… Свойство резонатора. Свойство атомов, да. Ну, на самом деле, да, вот здесь, я, по-моему, уже не исправлял тут, потому что дальше мы сейчас занимаемся немножко другими вещами, вот, но, вообще говоря, вот здесь стоит параметр кооперативности, вот, и он как раз отличает обычную гамму, ну, распад от… Когда у нас атомы распадаются полностью, он, на самом деле, не очень, как бы, ну, не сильно отличается от единицы, там, что порядка 0,7, но, тем не менее, отличие есть, да. И кооперативность, она, как бы, значит, зависит от свойств резонатора, то есть от капы, а также от связи… От расположения атома. От константы связи между полем в резонаторе и атомами. Спасибо. Дипольное приближение. Ага, спасибо, я понял приближение. Вот, ну, тем не менее, получается, вот, такие уравнения, да, с точностью до… Илья, у меня тоже, вот, по этому же поводу вопрос. Все-таки, значит, вы пишете уравнение, систему уравнений, да, и кое-что там вам мешает. И вы пишете вот такие свойства повторизации. Так я понимаю или нет? Ну, фактически, если бы мы ничего не убирали, у нас получилась бы бесконечная цепочка уравнений, там… Бесконечная, но, скажем так, именно так, всех частиц. Но, все-таки, откуда нижняя строчка следует? Я вот как-то не вижу. Нижняя строчка, она следует из предположения того, что у нас нету корреляции в системе старше второго порядка. То есть, мы считаем, что частицы коррелированы только попарно. А нижнюю… А вот корреляция третьего порядка, мы просто… А как это? Предположение. Это что значит предположение? Это значит, что они на большом расстоянии друг от друга находятся, я так понимаю. Ну, нет, не обязательно. На самом деле, все эти цепочки уравнений Боголюбова, которые получаются, они же в какой-то момент, их в любом случае приходится обрывать. Вот, и… Вот, да, это вы правы, но всегда какие-то оправдательные слова говорят при этом. И слова о том, что иначе не получится, тут не гонятся. Я скажу так, здесь как бы, когда мы учитываем корреляции только второго порядка, мы считаем, что у нас статистика будет более-менее конгерентной. То есть, у нас будет паусонская статистика фактически, когда мы обрываем… Ну, это старший член считается. Это лазерное излучение, поэтому, в общем-то, здесь вполне резонно оборвать это все на втором члене где-то. И действительно… Резонно не видно, Кирилл. Резонно не видно. А, Юрий Михайлович, я, наверное, подскажу, вот если… Значит, Кирилл, может быть, если вот это все расписать через, значит, коммутаторы… Ой, не через коммутаторы, а через среднее от произведения операторов рождения и уничтожения фотонов… Я понимаю теорию возмущения. Ну, значит, то же самое же можно сделать для не атомных операторов, а операторов поля. Вот, и оборвать на каком-то слагаемом. Но там обычно такие хорошие слова произносятся, что резонатор плохой, и всего лишь там несколько фотонов может находиться в резонаторе. Поэтому там отбрасываем, значит, среднее от 5-6 произведений операторов рождения и уничтожения фотонов. То есть резонатор плохой предельно? Ну, да, два-три прохода, там у него файна… Тогда как моды выделяются? Да, вот это, кстати, вопрос. Ну, как всегда, задача с плохим резонатором, он и нужен для того, чтобы говорить о модах, а остальном он плохой. То есть непредельно, потому что должны сохраняться резонансные свойства. Ну, тем не менее… То есть ширина моды должна быть много меньше расстояния между модами. Основное свойство резонатора здесь – это просто удлинение среды в некотором задном направлении фактически. Одно из главных свойств. А конкретно про то, как он связан с резонатором, естественно, выбирается одномодовый, то есть остальное там еще хуже в этом плане, да. Но, тем не менее, даже… Это такая упрощенная модель, значит, как вот тот самый одноатомный лазер, когда, значит, рассматривается один атом, взаимодействующий с модой резонатора. Вот. И там тоже такая проблема возникает, что в случае плохого резонатора какая же там мода-то. Ну, ясно здесь, понятно. Ну, что касается еще вопроса Юрия Михайловича насчет того, где можно оборвать ряд, на самом деле вопрос не такой тривиальный, как кажется. То есть, опять же, вот в чем недостаток всех методов, которые я назвал выше, да, вот метод кластерного разложения, метод кумулянтного разложения, в отличие от нашей процедуры, он состоит в том, что нету некой систематизации. То есть, дело в том, что если мы начинаем увеличивать уравнения, то есть дальше продолжать цепочку и брать моменты старших порядков, и если мы еще возьмем ко всему прочему атомы не двухуровнями, а многоуровнями, то количество уравнений становится сразу очень большим. Очень трудно проследить, на самом деле, за тем, что у нас вообще получается. Даже если мы используем компьютер, на самом деле, хорошего будет мало в этом плане, потому что вот здесь, например, здесь, когда писали сеть уравнения, здесь уже использовалось тоже низкое приближение, в частности, что у нас число атомов является большим, и члены пропорциональной единицы на N, они отсюда уже просто убраны. Также, ну, здесь просто уже был проведен анализ фактически того, что большое, что маленькое, и в итоге получилось вот такое вот красивое уравнение. Естественно, компьютер сам это сделать не может, если мы ему, конечно, очень хорошо об этом как-то не объясним. Но и опять же, вот количество уравнений получается настолько большим, что вот просто это все нет следить. Кирилл, вопрос. А какой роль играет начальное условие? Потому что можно представить себе много атомов резонатора, как-то хаотически возбужденных, и там как бы сверхизлучательный процесс не пойдет. А уравнения-то одни и те же. Насколько я помню, там как раз. При выводе этих уравнений заложены какие-то интуитивные предположения о начальном условии, что вот оно обеспечивает развитие по такому полуклассическому варианту с небольшими отклонениями. Вот эти уравнения я повторял, собственно. То есть, когда тоже делал обсчет в самом простом случае, меня интересовали спектральные свойства. Ну, немножко усложненное было уравнение, чуть-чуть сложнее, там был еще один член. Но не суть, как бы все равно присылось все примерно к этому. И, насколько я помню, в оригинале эти уравнения были получены Мюрреем Холландом, в статье, где как раз был предложен суперизлучательный лазер. И что касается начальных условий, то там, по-моему, там было свойство «эрбитария». Ну, то есть, слово «эрбитария». То есть, там случайные начальные условия. И как раз, наоборот, было важно, что атомы не приготовлены в каком-то начальном состоянии самого начала, а наоборот таки расположены хаотическим образом по уровням. То есть, вот как раз, если мы все вначале поляризуем, то у нас кооперативный депольмент, который получается, он как раз-таки затухал у них, они это показывали. Ну, здесь я голову на течение не дам, что называется, но могу прислать статью, где об этом было подробнее написано. Потому что сейчас я уже выводов не помню. Я как-то рассказывал это на семинаре тоже, но давно уже было. И, честно говоря, уже сам в некотором моменте… Здесь абитивная динамика. Какие начальные условия? Тут все забывается. Вы постоянно накачиваете, оно постоянно вытекает. А тут накачка-то какая, кстати говоря? И где она? Когерентная. Когерентная, да. Просто лазер включен. Когерентная именно накачка. Когерентная, да. Ну, накачка, стоит сказать, что она, на самом деле, более сложная. Она включает еще кучу уровней сверху, но эффективно сводится вот к такой двухуровневой системе фактически. То есть мы накачиваем как будто бы на верхний уровень, и все. Сейчас, Кирилл, вот действительно по поводу этого вопроса. W – это что? Это внешнее поле или это процесс шумовой накачки? Можно все представить накачку, скажем, электронным ударом? Или это контрольное поле, что называется? В – нет, там лазером накачивают. Насчет электронного удара не знаю, но те работы, которые я видел по суперозлучательным лазерам, фактически там везде накачивают лазерами. Единственное, опять же, повторить, что это уже эффективная накачка получается, потому что там еще куча других уровней, потому что в двухуровневой системе мы никак не организуем инверсию населенности. Вот что важно. Поэтому здесь уже, да, здесь она уже эффективно соединена к двухуровневой системе, вот эта вот ситуация, но по факту там много уровней еще, между которыми действует куча других лазеров. То есть, можешь сказать хотя бы примерно, что W – это вероятность секунды переброса с G на E через какие-то посторонние уровни? Да, это скорость накачки. Частота РАБИ, наверное, нет? Нет. Нет, это не когерентная накачка. Мой вопрос именно об этом. Нет, это когерентная накачка. Ну как, ну, движ D. Это уже диссипативно все исключили, и осталось диссипативное уравнение. Эффективно она не когерентная. Это просто как температуру добавили. Просто греешь их. И эта накачка действует все время? Да, накачка действует все время. То есть, это не накачка с начальными условиями? Да, то есть, на самом деле, в конце мы, как бы, у нас будет интересоваться стационарная ситуация, когда мы левую часть кладем равной нулю, и дальше уже решаем практически уравнение баланса между накачкой и кооперативным распадом. То есть, если у нас устанавливается некий баланс, тогда система начинает излучать уже кооперативно. Но я тут, на самом деле, задержался чуть больше, чем хотел, в том плане, что нужно было напомнить, потому что иначе дальнейший разговор немножко был бессмысленным. Так вот, решение этих двух уравнений сводится к таким красивым кривым. Первая кривая говорит нам об инверсии населенности в среде, которая образуется. И мы от баланса доходим до самого максимума. То есть, когда у нас все атомы поляризованы. Вторая кривая, это кривая, которая говорит о корреляциях как раз двух дипольных моментов, сигма плюс и сигма минус для двух частиц. И видим, что она у нас имеет вид такой вот параболы. То есть, она у нас от минимума, от нуля, достигает некого максимума и потом снова спадает. И третья кривая, это вот ширина линий. То есть, суперзлучательный лазер или сверхзлучательный лазер, он как раз характерен узостью ширины линии, сравнимой практически с гамма, с распадом атома. Причем распад атома здесь берется, имеется в виду не оптический переход, а запрещенный часовой переход фактически. Вот как бы в чем особенность. Мы вот за счет этой схемы уровней сложной, которую я не изобразил на том предыдущем слайде, можем включить запрещенные переходы. И эти запрещенные переходы как раз обеспечивают эту узкую ширину линии. Чем, собственно, ситуация интересна. У вас здесь нету параметра кооперативности? Он уже спрятан куда-то в гамму, наверное? Да, он здесь тоже должен быть. Где n стоит, тут тоже вот здесь вот. Здесь должен быть параметр кооперативности, а здесь обычная гамма. Здесь все в порядке. То есть вот то, что получается, собственно, если решать такие уравнения, в которых мы учили только корреляции не старших второго порядка. Но, естественно, ситуацию было интересно исследовать дальше. И здесь мы как раз воспользовались тем методом, о котором я рассказывал до этого. То есть мы захотели учесть кумулянты старших порядков. Вот. И... Да? Кирилл, все-таки как-то не очень понятно вот это... Вот ваши слова о том, что если учитывать в системе корреляции не только второго порядка, а выше не учитывать, то получается красивое уравнение и так далее. Да. Правда ли это? Это приближение, которое по-хорошему нужно проверять. Я почему цепляюсь? Я все-таки не услышал от вас оправдания возможности повторизации. Ну, значит, что касается факторизации, вообще по-хорошему нужно проверять, сколько кумулянт мы берем. Вот. И как я уже... Не помню, сказал не сказал выше. Сколько берем кумулянт? А сколько обязанным взять кумулянт? Да, то есть сходится ли ряд фактически, идет об этом речь. Вот. Можно вот попробовать вам так помочь. Вот вы, допустим, экспериментатор, вы видите, что излучение, которое есть на выходе, это гауссов свет с гауссовой статистикой. И говорите, ага, раз у нас гауссовая статистика, значит, там не возникает ничего выше второго порядка. И тогда мы можем обосновать теорию на основе этого эксперимента. Ну, вот, насколько я знаю, в лазерных задачах так и поступают. То есть, когда они предполагают, что статистика уже примерно гауссова, берут приближение, когда у нас максимум кумулянт третьего порядка. Обычно хватает двух. Это вот во всех методах, которые я читал, действительно, так называемое когерентное приближение, когда оставляют только кумулянты второго порядка. То есть, учитывают корреляции не старше второго порядка. Разрешите небольшой комментарий. Я так как слушал доклад Кирилла в среду, не знаю, почему Кирилл это сейчас не говорит, но в среду были потом приводены графики, где рассматривались различные обрывы. Саша, я к этому и иду. Нет, просто если вы скажете, что это не то, что предположение, а вы фактически проверили, что при различных обрывах, ну, я имею в виду, оставляем там второго порядка и ниже, третьего и ниже, то там примерно одно и то же получается. Поэтому это имеет право на существование, как предположение, что это будет все хорошо. Это на основе численного счета? Да. На основе численного счета? Да, мы это сделаем на основе численного счета. Я как раз к этим результатам сейчас вот уже и иду. Буквально через пару слайдов. Кирилл, важные результаты, значит, не хочется их очень быстро проскочить. Ну, важно для понимания. Гамма маленькая – это вероятность распада в канале ЕЖ через моду резонатора или за счет посторонних причин. Может быть, вы это сказали, но вот я не все. Гамма маленькая. У вас атомы в резонаторе, в плохом. Плохой резонатор вызывает спонтанный распад своей гаммой. Кроме того, есть посторонние распады не в бэткевите. Так вот, гамма маленькая – это что? Это в бэткевите или… Вот здесь гамма маленькая должна быть умножена на С, на параметр кооперативности. И здесь будет связано как раз таки с распадом в моду резонатора. Вот это вот С гамма. Вот, а здесь на этом рисунке должна быть просто гамма – это распад самого атома. Сейчас. Почему одна буква используется для… Короче говоря, присутствуют ли у вас два канала релаксации? Один распад за счет взаимодействия атомов с широкой модой резонатора. И второй канал за счет ухода, ну, распада посторонней моды. Его не видно, этого канала второго. Гамма большая – это что? Вот я смотрю на правую ось, правую вертикальную. У вас там стоит буква гамма большая поделить на гамма маленькая. Так вот, гамма большая – это что? На сих пор не… Нет, гамма большая – это ширина линии. Это не распад. Ширина линии излучения. Можно уравнение еще раз? Да. Вот то первое. Вот тут действительно кажется, что не хватает индивидуального распада атомов вне резонатора. Его не видно здесь, действительно. Потому что вот этот коллективный распад – это коллективный джамп-оператор. Это значит, все вместе спустили один фотон, и он вылетел. Да, Денис, все правильно. Когда я уже решал это уравнение, как раз я сказал, что я решал немножко его чуть-чуть в другом, в похожем ключе. Я решал, когда у нас здесь еще есть не только индивидуальная накачка, но еще и индивидуальный распад. Но здесь мы использовали то уравнение, которое было написано в оригинальной статье Мираем Холландом, как раз не учитывая вот эти вещи, связанные с индивидуальным распадом. Здесь, по идее, еще должен быть один коллективный член. Если мы немножко меняем геометрию полей, если мы берем магнитное поле и немножко меняем поляризацию, то здесь возникнет еще один член. На самом деле это уравнение, его можно немножко расширить, и получится довольно интересная ситуация, когда мы можем не только генерировать узкополосный свет, но еще мы можем генерировать жатый свет. За счет двух кооперативных параметров. Только здесь у нас в первом члене будет гамма минус, в втором будет гамма плюс. И тогда как бы среднее можно добиться нуля квадратур одной из. А это же уравнение, оно точно решается, по-моему, со сложностью n в кубе? Ну, может быть. Ну, вот, собственно, оно решено фактически. Нет, 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 здесь с приближением, а я говорю, что если его записать в симметричном подпространстве, тогда, по-моему, сложности n в кубе, и оно хорошо решается для сотен атомов. Ну, здесь опять же зависит от того, где ты ворвешь... Нет, 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 там обрывать не надо. То есть, если численно решать его, то вот с такими... Оно же у тебя в полную... Оно остается в симметричном подпространстве, там просто добавляешь еще в сферу блохо меньших радиусов, и все помещается. Называется... Нет, Денис, я с тобой не согласен, не получится так. Да, симметричное подпространство, но... А, или это, может, здесь накачка, а, все понял, да. Если бы стоял дефейзинг, тогда бы решалось. Накачка здесь, как я понимаю, некогерентная и индивидуальная по атомам, поэтому симметричное подпространство... Нельзя сказать, что все живет в симметричном подпространстве. Да, да, правильно, да. Это как раз можно, только вот опять же вопрос в том, где оборвать цепочку на самом деле, потому что даже мы решаем это уравнение симметричное подпространство, но все равно все определяется цепочкой. То есть сколько мы учитываем корреляций между атомами, между атомных? Кирилл, можно показать картинку с результатами промежуточными, вот которые... Вот это. Так все-таки буква гамма большая, это ширина линии чего? Ширина линии излучения, спектр, который получается. От атома, лазера. Лазера самого. То есть у той моды как раз, которая у нас в итоге образуется в сценарном режиме. Ну, мода не очень хорошо, наверное, говорить. Такой у меня вопрос. Почему по горизонтали расчет окончен на W? Ну, или омега там, это W или омега? W, да. Мы можем поделить на N гамма равным единице. А что, мы не имеем права посильнее накачать? Можем, тогда у нас нету никаких корреляций, и дальше просто идет излучение всего и сразу. То есть дальше идет излучение по дике фактически. Что это за волшебное такое значение 1,0? Значит, здесь должно быть... 1,1, то что будет? То все тепловой свет фактически. Ну, в кавычках тепловой свет. То есть нету кооперативного излучения. Все, корреляции ушли. Здесь все определяется на самом деле не... Все интересное определяется вот этой вот кривой. Когда у нас в системе есть корреляция, когда у нас есть кооперативно-дипольный момент. Мы только за этим следим фактически. Потому что дальше, видите, ширина линии как идет? Она дальше идет фактически от нуля и нарастает экспоненциально уже до тысячи. То есть там дальше идет обычное излучение. Кирилл, нам надо перезагрузиться, иначе сейчас просто все разорвется. Давайте. Давайте все. Давайте.